Хабаровск. Гражданское общество. Программа о людях, которые меняют мир. Программа о людях, которые меняют мир. Мне интересно здесь посмотреть, узнать. Посмотреть, как снимают. Как снимаются. Вот за кадром, что происходит. Телевизионный макияж, он подразумевает достаточно более выразительное и яркое нанесение. Почему? Так как у нас там очень много света в студии, а свет, он съедает этот свет. Мы поанкетировали, поспрашивали наших детей, каким образом проходит на текущей Минпроф. ориентация. Да, она есть, присутствует в школе, но не всегда достаточно ресурсов для более глубокого изучения, какие бывают профессии. Поэтому мы решили подать проект на муниципальный конкурс и получили грант. С древесного топлива в нужную карею предприятие «Саварска» выставят для захоронения все лета. То есть режиссер сидит здесь и управляет тем процессом. А как сейчас в школе выглядит профориентация? В основном это анкетирование, какие-то профориентационные игры. И в принципе, наверное, все. А очень редко получается кого-то куда-то вывезти в школу. Идеальная система профориентации, как она должна выглядеть, на ваш взгляд, которая даст эффект? Ну, именно на мой взгляд, естественно, конечно, должно быть анкетирование, должны быть какие-то профориентационные игры, направленные на изучение тоже разных профессий. И я считаю, что самое главное, это в данном случае именно практика. То есть дети должны попасть в какую-то организацию, на какие-то предприятия, посмотреть, как это выглядит изнутри. Потому что что там говорят в тех же техникумах, колледжах и университетах, оно не всегда совпадает именно с фактом, как оно происходит на предприятии в жизни. Поэтому мы стараемся привозить детей на какие-то предприятия, организации и показать, как оно есть. Скажу честно, я тоже раньше думала, что когда мы смотрим новости, то это все записывается изначально до эфира и накладываются титры, еще там что-то. Но на самом деле это все не так. В прямом эфире происходит все здесь и сейчас. Здесь сидит режиссер, там снимают, тут накладываются титры. А наше, так сказать, предприятие стало первым в вашем списке, куда еще отправятся дети? Ну, мы у нас на текущий момент в процессе договоренности это РЖД, также МВД, хотим именно кинологическое отделение. Еще хотелось бы на какой-нибудь завод попасть. И, возможно, какое-нибудь еще производство дополнительное, может быть, пищевое, либо что-то такого плана. А выбираете эти предприятия, которые большим спросом у ваших детей пользуются или которые наглядные? В основном, конечно, стараемся совместить. И спрос, ну, не именно, да, наших детей, а вообще подростков, что было бы им интересно посмотреть. Плюс, естественно, наглядность. То есть, да, есть такие профессии, в основном, которые связаны там с компьютером, да, образно. Там наглядности никакой нет. Поэтому именно интерес вряд ли проявится у ребенка. А мы хотим именно, чтобы в процессе, чтобы он видел, как человек работает, и, возможно, из-за этого у него появится дополнительный интерес, и он в дальнейшем сможет в эту сторону развиваться. Закончишь школу, будешь профессией, кем бы хотел быть? Челеведущей. А почему? Что тебя в этом привлекает? Ну, мне их нравится профессия тем, что они все показывают, рассказывают, спрашивают. Ты должен быть не просто говорящей головой, ты должен понимать тему. Хотя ты можешь вообще не разбираться, тебе может прилететь тема, не знаю, там, ремонт теплотрассы. Ты никогда об этом ничего не знал, но тебе нужно разобраться в этом. Если подготовка час, ты должен разобраться в этом за час. Хорошо, когда есть подготовка день, ты можешь разобраться в этом за день. Журналист, говорят, это человек, который знает немного обо всем и все о немногом. Да, мы умеем писать, мы умеем рассказывать, мы умеем доносить свои мысли, но все остальные сферы, все, что происходит в городе, крае, стране, мире, во всех сферах, мы в любом случае так или иначе знаем. Опять же, например, моя программа – это программа про здоровье. Но я не врач, и врачом никогда не была, и не училась. Но, тем не менее, я не должна выглядеть глупо по сравнению с профессором, с доцентом, с педагогом медуниверситета. А почему это важно, да, уже в детском возрасте определиться с карьерным путем, найти именно свое дело? Ну, в подростковом возрасте уже, мне кажется, это, так скажем, последний этап, потому что после девятого класса уже идет выбор у людей поступать в техникум, либо идти дальше, 10-11 класс, и потом поступать в университет, либо уже работать. То есть, соответственно, я считаю, что нужно, наверное, 10, 11, 12 лет с этого момента начинать. Но самый такой поздний период – это вот как раз они подростковые, там, 12, 13, 14, чтобы у них было больше… расширился кругозор профессий. В эфире «Смотри, хабары студии» Агапа Валеси о самых важных событиях этого дня. Расскажем в прямом эфире. У нас сегодня гость в студии. Как тебя зовут? Иван. А фамилия? Викорский. В каком ты классе учишься? Какая школа? Я пришел в седьмой класс, 72-я школа. Расскажите о своих ощущениях. Ой, очень прикольные такие волнения. А сейчас сейчас? Я теперь еще больше хочу стать… Как это называется? Блин, забыла. Телеведущий? Вот, да. Расскажите про ваших детей. Кого вы водите на экскурсии? Кто ваши подопечные? Ну, наша организация занимается психологической, педагогической помощью детям из семей трудной жизненной ситуации, с проблемой социоадаптации. И вот именно их мы и возим. То есть это многодетные семьи, родители-одиночки, либо малобеспеченные. А им сложнее сделать выбор профессии? Или это общая проблема для всех детей, неважно, в какой категории они предложат? Вообще-то общая проблема, потому что я, например, тоже поступая в университет, не знал все-таки, кем я хочу быть, кем я хочу стать, что мне интересно. Потому что по факту я не видел вообще ничего. То есть я там максимум видел, представлял, что такое там стройка, что такое работать за компьютером. Но, опять же, за компьютером-то разные варианты работы. И все. То есть я шел все равно слепо. Мы хотим как раз-таки показать, что есть еще, кроме общеизвестных каких-то профессий. Почему важно иметь этот ясный взор на профессию, на тот путь, который ты выберешь? Как это влияет на жизнь? Мне кажется, именно это и влияет на дальнейшую жизнь, на взрослую. Потому что правильный выбор, вся наша дальнейшая жизнь, она зависит именно от выборов и от действий, которые мы производим в детском каком-то возрасте, детском, подростком. Ну, в общем, до 20, наверное, лет. И мы как раз-таки пытаемся с нашей организацией помочь сделать именно правильный выбор ребенку. Чтобы потом он стал счастливым взрослым? Обязательно. Все вполне впечатлило мне сильно. Я не знал, как посмотрел телевизор сам, я не знал, как это все работает внутри. Тебе все показывают, как на самом деле все это происходит. А не просто читаешь, сидишь и думаешь, ну типа это легко, все. Вот сейчас после экскурсии я понял, что прям вся команда из десятков человек работает над этим. Я понял, что это очень тяжелое. Я думаю, что просто снимают, кайфуют от жизни. Все, сняли, пошли, отдохнули или поехали еще домой. И все, ничего не делают. Вот я удивилась, там девушка, которая тоже снимается, она сидела за столом и печатала что-то. Я думаю, ничего себе. Я думала, этим не занимаются. Тебя это не пугает? Нет, меня ничего не пугает. Чем сложнее, тем интереснее. Так мы живем, так мы работаем. Поэтому все, что у нас выходит, я думаю, это создано с любовью, создано с душой. Пожалуйста, заходите на наш интеллект, телеканал Товарус, телеграм, подписывайтесь везде. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok